Стало известно, что командующим операцией российской армии под Киевом, а также ответственным за зверства в Буче и Ирпине является Виталий Шкаленко, уроженец Черкасской области. Российский генерал, командующий войсками оккупанта под Киевом, сам оказывается родом из Украины. Эти данные сообщило управление СБУ в Черкасской области. Информацию в государственные органы передал староста села Текуча, Уманский район, Александр Гершун. Староста известил СБУ о том, что Шкаленко приходится ему родственникам. Рассказал, что в прошлом он был желанным гостем у родни и прекрасно знал местность. В том, что кровавый генерал был осведомлен о местах проведения бомбежек и последствиях проведения операций, Гершун не сомневался. В свою очередь, президент Владимир Зеленский создал специальный механизм правосудия для расследования и суда над россиянами и руководством РЭП, причастным к преступлениям в Украине. Все фамилии унесут в книгу палачей. Об этом глава государства сказал в видеообращении 3 апреля. «Я принял решение о создании специального механизма правосудия для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории нашего государства. Суть этого механизма – совместная работа национальных и зарубежных специалистов, следователей, прокуроров и судей. Этот механизм позволит Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лица, которые развязали или участвовали в этой страшной войне против украинского народа и в преступлениях против наших людей», – сообщил Зеленский. Он призвал граждан приобщиться к работе по фиксированию военных преступлений россиян. «Мир уже видел много военных преступлений в разные времена, на разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления российских военных стали последним проявлением такого зла на земле. Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную книгу палачей, будет найден и наказан», – подчеркнул президент. Президент отметил, что не рассматривает вариант, при котором Европе или миру чего-то будет не хватать, чтобы наказать преступников. «Мы не будем делать никаких пауз, чтобы найти всех преступников. И это, в принципе, я считаю в пользу цивилизации. Потому что если мы не найдем выход цивилизованный, то вы знаете наших людей. Они найдут нецивилизованный выход», – подчеркнул Зеленский. До встречи. Глядачи, вы стоимо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Мы – Сила. Спасибо.